Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Собственно, после пасхальных праздников, можно сказать, что сегодня у нас первая полноценная торговая сессия. Вчерашний день был довольно тонким, по ликвидности многие площадки из-за пасхального понедельника были закрыты. Поэтому уповать на то, что на рынке отсутствует определенная группа трейдеров с разных рынков, сегодня уже не удастся, потому что все в сборе, а значит мы можем наваливаться на старую добрую статистику, спекулировать и отыгрывать наши срочные инвестиционные идеи. Вчерашний день по инструментам очень интересным оказался для нефтянки, потому что на тонком рынке мы видели, как трейдеры после пасхальных выходных вернулись к сектору нефтянки с сосредоточением, скажем так, на рисках перепроизводства, на статистике, а не предположение того, что в ближайшее время, скажем, США могут ввести санкции против Ирана и так далее. Соответственно, сейчас у нас есть отличная возможность, друзья, чтобы, как и раньше, делать ставку на короткую позицию. Только мы сейчас получаем еще подтверждение того, что эта тенденция развивается и реализуется. Потому что за минувшие торги не просила на несколько процентов, сейчас котировки 67,79, закрытие, в принципе, было на сопоставимых значениях. В то же время стоит отметить, что неделю снова мы стартовали на мажорной ноте. И я вчера еще отмечал то, что интерес к нефтянке был связан с выходом сильных данных по производственному, непроизводственному сектору Китая, когда трейдеры поверили в то, что Китай, да и в целом по экономике восстанавливается. Это может сказаться на более высоких показательных спрос на нефтянку. Но рост был сдержан, и мы, в конце концов, под закрытие торговой сессии от него не осталось ровным счетом. Ничего, медведи перехватили инициативу, и, как мы с вами предполагали, затащили все-таки котировки гораздо ниже. Мы делали с утра рассылку по основным торговым идеям, которых можно было придерживаться. Так вот, там одной из идей была продажа, собственно, бренда. Очень хороший уровень, повезло с ним, 69,80 фактически был, и действительно мы добрались до этого уровня, потом котировки развернулись. Этот ордер еще актуальный, потому что цели у него довольно амбициозные. Это 64-65 долларов за баррель, и есть еще к чему стремиться. Для тех, друзья, кто все-таки еще не проявил активности с продажами нефтянки, я рекомендую все-таки вам присмотреться сейчас к текущим котировкам. Ну и в качестве идеи спекулятивной, более краткосрочной, чем обычно, те идеи, которые мы обозначаем, ордер с целлимит с отметки 68,40, тоже с целью в районе 65-66. Для долгосрочных трейдеров я рекомендую держать короткие позиции и ни в коем случае не уходить с рынка по мере тестирования поддержки 65 долларов за баррель. Почему нефтянка снижается? Да потому что трейдеры снова сфокусировались на рисках такого глобального характера, рисках, которые предполагают замедление мировой экономики, темпов ее роста за счет продолжающегося торгового противостояния между США и Китаем. Собственно, последние новости, которые мы анализировали, действительно гласят то, что это противостояние конфликта вышло на совершенно новый уровень, поскольку Китай проявил также решительность и пошел на ответные меры, установив величие товаров, в отношении которых действуют импортные пошлины для экспортеров со стороны США. Это свинина 25% и еще фрукты и, скажем, овощи там ставка поменьше. Но в то же время хочется отметить, друзья, то, что есть еще надежды на то, что США и Китай смогут договориться, потому что мы слышим оптимистичные комментарии со стороны Китая о том, что они по-прежнему призывают Штаты к тому, что нужно возобновить диалог. Мы еще можем сослаться на вчерашний комментарий советников о торговле Белого дома Навара о том, что он ожидает все-таки разрешения этого конфликта, ну или, по крайней мере, ставит на точное отсутствие какой-то деэскалации. То есть я надеюсь, друзья, то, что диалог идет, и в конце концов США и Китай смогут достигнуть общего основенателя. Но рынок все-таки работает сейчас со страхами, мы это видим, и страхи босят то, что если ведущие экспортеры и импортеры не договорятся, тогда мировой экономике придется не сладко, и нас ждут смутные времена, если уж совсем серьезные потери по экономическому росту, то уж, по крайней мере, точно не такие показатели, которые нам прощил в конце прошлого года Международный валютный фонд, ставя на то, что и развивающиеся, и развитые рынки будут коммуницировать, как и всегда, и, соответственно, расти. Сейчас трейдеры обращают внимание еще и на данные, которые позволяют провести анализ общих показателей нефтенобычи, не только со стороны США. Мы про штаты в этом ключе говорили очень много, поэтому, с вашего позволения, сейчас я статистику из США опущу. Давайте поговорим про Ближний Восток, потому что мы сейчас, конечно же, находимся на пороге обновленных данных от администрации научической информации и от того же самого ОПЕК, о том, сколько нефти было добыто в прошлом месяце. Ну вот ряд агентств и ведомств, которые первыми оценивают данные показатели, есть ожидания, что добыча в рамках ОПЕК в прошлом месяце выросла в диапазоне от 60 до 90 тысяч. Я думаю, что это более чем оправданное ожидание, даже если мы получим подтверждение того, что Саульская Аравия продолжает активно соблюдать взятые для себя обязательства по снижению добычи. Другие регионы, такие как Ирак и Иран, уже не так чистоплодны в соблюдении этих обязательств. И вот, кстати, чтобы далеко не отходить от Ирака, буквально сегодня я нашел новость о том, что были утверждены планы в Ираке о том, чтобы поднять производство лифти до 6,5 миллионов в перспективе ближайших 3-4 лет. Основной прирост будет наблюдаться, может быть, после того, как истекает якобы действие энергетического пада, то есть начиная с 2019 года, что подсказывает мне, что объемы добычи уже начали, расти. Про это не забывайте, потому что высокие цены на нефть действительно заставляют, вынуждают участников энергетического пакта, который крайне сильно зависит от объемов добычи и экспорта, уже постепенно сокращать свою приверженность, снижать сделки и наращивать производство. Я думаю, что мы, по ходу, в дальнейших месяцах будем получать больше подтверждений этого, и вместе с ростом производства в нефтештатах, которые продолжают обновлять и переписывать исторические максимумы, вместе с ростом добычи в отдельных странах ОПЕК, мы все-таки с вами придем к пониманию того, что проблема, для решения которой и устанавливался, и вводился, и утверждался, и на политический факт, это сокращение мировых запасов до среднего значения за последние пять лет, эта проблема не будет решена. Поэтому закрываем уже глаза на эти спекуляции Саудовской Аравии, не идем на поводу, не, скажем, клюем на эту удочку, исключительно, скажем, ломбирование собственных интересов, поработаем с фактами и цифрами, которые, на мой взгляд, отчасти были вчера реализованы и доказаны, то, что медведи на рынке есть, и они готовы отыгрывать стат данные, указывающие на то, что рынок по-прежнему с рисками работы, перепроизводства. В общем, короткая позиция по нефтетке у нас сохраняется, и иди дальше на неделе у нас отчеты сначала от Американского института нефти, сегодня мы ждем этот релиз, а завтра данные от Администрации энергетической информации, где мы настраиваемся на членное обновление исторического максимума по добыче в Штатах. Рубль 57.50, я думаю, что с открытия текущей торговой сессии рубль просядет еще больше. При текущих котировках, я думаю, что скрепление пары доллар-рубль выше 58, это вопрос, что это не ближайших торговых дней. Соответственно, все ближе наша с вами заветная цель 59.60, не меняем планы, не меняем уверенности в том, что делаем все правильно, продавая уязвимый и, скажем, крайний сейчас актив, который находится под серьезным прессингом именно той динамики, которая развивается на рынке сливых инструментов. Доллар-японская иена, сразу хочу предложить вам сделку, друзья, это использовать отложку Байлимин с отметки 105.80, потому что этот уровень, на мой взгляд, является довольно привлекательным для средних и долгосрочных покупок американцев против иены, тем более, что мы в предвкушении довольно сильных отчетов по рынку труда, которые будут опубликованы позже на этой неделе. Ну и вчера, собственно, у нас было с чем поработать, это ICM в производственном секторе, хоть и снижение с прошлого показателя 68 до 59.3, все равно у нас индикатор гораздо выше 50, то есть это тот самый сакральный уровень, который отделяет спад от восстановления. Поэтому 59.3, если смотреть на такую медиану консенсуса, это явное подтверждение того, что сектор производственный восстанавливается. Точно такая же картина и в сфере услуга, разгон инфляции тоже, индекс АСМ 78.1 с 74.2, здесь многомесячные максимумы. Я думаю, что на основании этих данных позиция Джерома Паула, который раньше не видел признаков для роста инфляции, может измениться, потому что как раз этот индикатор и является подтверждением последовательного роста инфляционных ожиданий. Соответственно, основным риском для доллара сейчас остается только лишь усиление напряженности в отношениях США и Китая. Да, вчера доллар терял позиции против японской иены, потому что вчера мы увидели снова возрос спрос на защитные инструменты, такие как японская валюта, франка, драгоценные металлы, облигации. Но все-таки сейчас эта динамика уже сдержанная. Да и сам факт того, что Китай принял ответные меры, санкции, хотя, наверное, всегда я поправляюсь на себя, используя другое слово. Но вот многие статьи, которые я анализирую для вас в контексте данной тематики, тоже используют такой формировку, потому что это санкционное противостояние торгового характера. Но давайте все-таки опустим это слово и будем говорить про просто торговые барьеры. Китай, который пошел на эти меры, согласитесь, если бы на рынке было крайне нервозное настроение, то, возможно, спрос бы на защитные инструменты был бы гораздо выше. И то, что мы видели все-таки вялое укрепление японской валюты, позволяет предположить, что рынок уже настроился на самый негативный сценарий. Возможно, заложил это уже стоимость защитных инструментов. Если так, то любой позитивный триггер-катализатор для доллара может быстро исправить картину, изменить тенденцию. И на повестке, собственно, в неделе этот катализатор есть. Снова обращаю ваше внимание на ожидаемые нами данные по американскому рынку труда. По прогнозам я уверен, что они будут как минимум оправданы. В идеале бы увидеть даже цифры получше. Лучше особо будет хорошо, если мы увидим прогресс по динамике роста заработных плат. В общем, это те данные, которые могут простимулировать дальнейшее укрепление доллара. И считаю то, что текущие значения, ну, точнее, не текущие, а если купить пару в доллар и гена с отметки 105.80, может принести хороший профит, в том числе и до конца этой недели. Фонд против американца. Давно у нас не было статистики по Британии. Даже немного соскучились мы по этому. Но сегодня в 11.30 индекс активности в производственном секторе, который предваряет также блок активностей этой недели. После производственного сектора мы будем анализировать строительство и сферу услуг. Ну, производство и сферу услуг – это левидная часть по вкладу в экономический рост. Поэтому реакция трейдеров сегодня обязательно будет, в том числе и на эту статистику. Напоминаю, друзья, то, что по фунту я рекомендую придерживаться только длинных позиций. Если вы еще не торгуете британцем, можно разместить отложенный ордер в байлимит на отметке 1.40.50. И в качестве профитного ориентира поставить планку 1.43-1.44, если вы консервативный, скажем, трейдер-инвестор, который довольствуется малым. Если же вы хотите выжить по максимуму из потенциала роста пункта, который обязательно пойдет в преддверии ожидания по повышению ставок и прогресса по принципу, то можно ориентироваться на цели выше отметки 1.48. Буду держать вас в курсе всего, что происходит с британцем, тем более сам кровно заинтересован в том, чтобы этот инструмент пошел в рост. Лично уже давно занял длинную позицию. И хотелось бы, конечно же, чтобы этот длинный забег и расчет на то, что профит будет, все-таки принес ложный результат. Американский фондовый рынок снижается. Если оценивать текущую динамику S&P, хочу с большим удовольствием, очень констатировать тем уровень, 2584 пункта, друзья. Когда-то мы начали продавать американский фондовый рынок с хайов. И несмотря на уверенность в том, что коррекционная динамика будет развита, мы все-таки с опаской смотрели на то, как каждую коррекцию на американском фондовом рынке выкупали. И было боязно держать в такой ситуации короткие позиции. Тогда, когда все ключевые бенчмарки американского фондового рынка NASDAQ, S&P и DOE обновляли регулярные исторические максимумы. Но сейчас, друзья, мы в очень хорошем профите. И наша с вами амбициозная цель 2500 пунктов, она сейчас как никогда не облизка. Если бы я сказал про то, что потенциал, скажем, снижения на 80 пунктов, это то движение, которое мы можем отработать в рамках нескольких торговых сессий в конце прошлого года, над этим можно было посмеяться, потому что тогда американский фондовый рынок делал скромные шаги. И движение даже в 10 пунктов казалось существенным. Мы искали сразу причину, для которой это осуществилось. Но рынок сейчас по-прежнему находится в нервозном состоянии. Мы видим, как рыночные настроения провоцируют мощную волатильность и такие же интенсивные движения. Если американский фондовый рынок посядет на 80 пунктов в конце текущей торговой сессии, я думаю, что это вряд ли вызовет у кого-то вопросы, потому что все сразу же скажут. Это было очевидно из-за тех потерь, которые несет технологический сектор. Кстати, Амазон у нас валится теперь вслед за Фейсбуком минус 5,2%. Есть еще и актуальные риски, которые с большой охотой сейчас дисконтируют за стоимость фондовых индексов продавцы – это риски с развязанной торговой войны. И пока нет сообщений о договоренностях, нет подтверждения того, что диалог продолжается, конечно же, рынок будет находиться под прессингом. 2500 пунктов, друзья. Если мы сделаем все-таки эту цель, в принципе, на американскую фондовую секцию вообще можно будет не смотреть до конца этого года, потому что профит будет с плечом зачищен. И я надеюсь, что вы, собственно, присоединились когда-то к этой сделке и сейчас также, совет, ориентируйтесь на эту планку. Доллар-канадец. Вчера вышел отчет по активности в производственном секторе, который превзошел ожидание против 55,6. Мы увидели показатели 55,7, соответственно, данные, которые можно было отыграть через бодрость канадца, но на фоне снижения цен на нефть динамика была довольно раздержана. То, что мы уже озвучили потенциал дальнейшего снижения цен на нефть и вчерашняя коррекционная сессия, большая красная свеча, которую мы видели по бренду там в люте, это, друзья, доказательство того, что активизировались продавцы. И если в таком же люче, в таком же русле будут развиваться торги дальше, то канадцу придется очень и очень несладко. Я призываю вас не отказываться от длинных позиций, тем более, что в конце этой недели у нас еще статистика не только по рынку труда США, но и по рынку труда Канады. Там разные ожидания. По США хорошие цифры предполагаются, потому что, чтобы быть увиденными, что касается Канады, там другая статистика. Вот контраст, который не ломает наши ожидания, только подстегивает вот этот вероятность на ралли, который может случиться. Я думаю, то, что с текущих уровней по паре USD-карт, это 1,2892, мы даже можем говорить о том, что пара вполне способна закрыть эту неделю выше отметки 1,30. Австралийство против доллара пока что после решения по ставке, которое было принято буквально несколько часов назад, мы видим восходящую динамику. Ставок поставили на ближнем уровне 1,5%. Однако тезисы сопроводительного заявления ничуть не изменились по сравнению с теми тезисами, которыми мы видели месяца назад. И реакция первая, собственно, это практика, уже опыт, который мы накопили, рост австралиица, однако под закрытие дня все-таки медведи также перехватывают инициативу. Давайте посмотрим, как будут развиваться события под закрытие текущей торговой сессии. Но я думаю, что активность продавцов все-таки будет более выражена, особенно в свете того, что Резервный банк Австралии подтвердил, что дорогая австралийская валюта не нужна, и низкие процентные ставки оказывают поддерживающее воздействие, стимулирующее, мотивирующее воздействие, собственно, на экономику. Вот этим давайте руководствоваться, ориентируясь, как и раньше, на слабости австралийца и новозеландца. Что касается крипторынка, пока что у нас сектор в зеленой зоне, но обращаться, друзья, не нужно, потому что фундаментальный фонг ничуть не изменился. Вслед за жесткими высказываниями, комментариями, заявлением американской комиссии по ценным бумагам о необходимости регуляции всех платформ, площадок, которые работают с криптой, мы помним, как технологический сектор практически поставил крест на публичных SEO, запретив все рекламы. Google, Facebook, Twitter на прошлой неделе подключился к подобной инициативности. Но даже несмотря на то, что мы видим комментарий со ссылкой, в том числе и на эти социальные платформы, что цель таких ограничений и рестрикций – это обезопасить инвесторов, которые вкладывают большие средства в проекты, у которых зачастую нет никакого будущего. Эти инвестиции осуществляются даже тогда, когда инвесторы, в принципе, не разбираются в объектах. Инвестируют довольно, конечно же, странно. Надеюсь, что у вас нет таковых. Но хайповость тематики в последнее время действительно создала такие условия, когда в виде, как растет все, что связано с криптой индустрией, люди не смотрели вообще на сущности проектов, на основную идею, а просто предполагали, что рост будет кратным буквально во всем, что имеет отношение к криптой индустрии. Рынок сейчас показывает, что это не так. Рынок показывает, что коррекция на нем возможна. Эта коррекция уже давно передосла в полноценный нисходящий тренд. И я уже неоднократно подчеркивал, что мы сможем оказаться от коротких позиций только в том случае, если изменится фундаментальная картина. Она пока не меняется. Она остается медвежьей. И на коррекцию восстановительную, которая сейчас развивается, нужно обращать внимание только с точки зрения того, чтобы продать по более выгодному курсу. Потому что рынок криптовалют делает один шаг вверх, и потом на три проваливается вниз. И это уже тенденция, которую мы наблюдаем с начала 2018 года. По биткоину, как и раньше, я вижу цель 5-6 тысяч долларов. Давайте посмотрим, будет ли она реализована. Но полагаю, что если мы сможем добраться до этого уровня, и фундаментально он не изменится, придется тогда обозначать более, скажем, низкие ценовые ориентиры. Друзья, на этом, собственно, все из важных событий. Сегодня ждем через полтора часа, по сути, данные по активности производственного сектора Англии. И также сегодня еще отчет от Американского института нефти по запасам. Собственно, итоги этих данных мы подведем завтра, но о ожидании мы в целом уже проговорили. Остается пожелать вам только удачной торговой сессии. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.